Всем привет, это ТОП, солнечная Виталия на проводе. Мокрая голова. Голову помыла. Покупалась, я не знаю, какую-то сделала маску для волос. Ой, блин, для лица. Или она мне не подходит, или я её передержала. Прям красное лицо спощипывает. Не знаю. Котика подкормливают. Короче, сейчас вам расскажу. У меня, короче, приключения начались со вчерашнего вечера. Я просто вообще в лёгком шоке. Ну, я как-то сначала запереживала. Сейчас я схожу по делам, потом сяду, расскажу вам. Я просто себя настроила в том плане, что будет, что будет. Вот что мне. Просто столько всего непонятного. Не знаю. Блин, вечером дождик, ночью дожди под утро. Такое еле-еле. Потом вот это уходит солнце испарение, но небо красивое, голубое-голубое. Это кто там спайдеры пишет под видео. Постоянно пишет. Небо голубое. Куча непонятков, боже. Я с ваших этих спайдеров, чьих спледнеров, кто вы там. Умираю, конечно. С приключениями. Мне кажется, что я сегодня села. Помните, я снимала видео, как типа мужчина ухаживает за бабушкой. Кажется, одни те же персонажи здесь. Да? Зашла в кафешку. Говорит, у тебя что, есть канал на ютубе? Говорит, сделай нам рекламу. Ну, не знаю. Я несколько раз отзывалась не очень хорошо. Не знаю. Как-то вот сейчас первый раз разговорились по поводу ремонта. Ну, вообще, как-то не знаю. В общем, кексик и лимонадик. Сейчас вам расскажу. Купила еще бутылку воды холубя, потому что надо, чтобы не забыть ее. Короче, слушайте. Вчера, когда у нас начинала, ночевала Анна, моей подружки Моники, дочка, да? Сашина подружка. То, короче, это самое. Она... Я вообще думала, что... Нет, она не у нас ночевала. Она пошла к нам в гости. Я думала, что она будет ночевать. Ну, приехала за ней мама. Уже, кстати, было очень поздно, наверное, час. Ну, 10-й час, наверное, было. И... Ну, я в своей комнате. А девчонки действительно... Ну, в своей комнате. Когда Анна уходила, она, видно, свет в коридоре... Не видно, она свет в коридоре не получала. И она, видно, не могла... Там же наставлено все в коридоре. Она, наверное, телефоном подсвечивала. Не могла, видно, дверь открыть. Я не знаю. Может, Саша уже уснула, когда Анна уходила. Потому что девчонки уже спали. Потому что София кашляет. Ужасно кашляет София. И Саша подкашливает. Сегодня даже в школу ее... Они это... Разбудила. На улице дождик шел. И даже... Ну, говорю, Саша, вставай. Она говорит, да-да, я проснулась. Ну, она очень врялая. Прям вот... Ну, видно, что девчонки приболели. Смена погоды, естественно. Вчера, когда Анна уходила, я, знаете... Ну, я же не знаю, что-то она уходила. Я слышу, в дверь как будто кто-то ломится. Боже, я с вами разговариваю. У меня усы отраскают вот здесь. Я их прям через очко вот такой прям вижу. Боже, какой кошмар. Ну, и когда разговариваю губу, свою вижу, она какая-то... Инстаграмные утки. Вот что-то Инстаграм подзабросила. Некогда. Вдохновения нет в этой кухне. Ой, боже, какой кошмар. Вот. И я слышала, в дверь как будто кто-то ломится. Я еще говорю, кто-то в дверь ломится, я не могу понять. А я же на русском говорю, знаете, типа... О, Господи. Ну, типа, лингвоматка. Ну, типа, язык матери. Я на русском говорю, кто-то ломится. Раз затихнет. Потом опять что-то дверь шпык, 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 шпык. Я говорю, Саша, это ты что ли? Молчание. И я слышу, что дверь открылась. Открылась и все, ничего не происходит. То есть никто не хлопает, дверью не выходит. Никто не входит, дверью не захлопает. И я, короче, встаю, как в американских фильмах. Мне только, знаете, не хватало вот этой сцены, что я типа падаю, типа спотыкаюсь, если меня кто-то за ногу подкрывать и хватает. И я, короче, выхожу, а там темнота, короче. И я тоже не могу включить свет. У меня же тоже этот включатель в моей комнате заставлен мебелью. И я, короче, у меня... Я, в общем, довелась до такого состояния за эти две минуты, что у меня, во-первых... Я не знаю, мне казалось, что я там сейчас вся волдырями покроюсь на нервной почве. У меня ноги... Знаете, как вот... Я поняла, что такое выражение, подкосились ноги. У меня ноги подкосились, начинает трусить все тело. От страха трусить начинают. Вообще просто реально. От того, что ты не знаешь, что там тебя ждет. Там темно, ничего не видно, но видно, что дверь открыта. Никто не разговаривает. Кстати, когда у меня сейчас будет новая кухня, я хочу научиться делать кексики. Я их очень обожаю. Надеюсь, у меня будет вдохновение. Я, короче, так перепугалась. Ну, сейчас я такая говорю, кто это? Кто стоит, блин, на ломаном русском, на ломаном итальянском. Сразу между ними французский. Саша говорит, господи, мама до Анны уходит. Я говорю, ой, Аня, извини, ты меня так напугала. Я прям напугалась, потому что я еще дура, как в американском фильме, и приближаюсь, понимаете? Ужаска. Сегодня утром. Звонок. Очень рано. Где там? 8.20 утра звонок. Я даже еще на время не посмотрела. Я встала. Ну, так как я сплю, у меня окна открытые. Я сплю под одеялом и сплю в обнаженной форме, короче. Тело обнаженное. Прикрыты только часть, нижняя часть, ну, влагалищной системы. И, короче, я встаю. Так от того, что мне надо взять халат, а халат у меня не помеждели. В моей комнате я его бросила или бросила я его в туалетной комнате. Я дверь открыла внизу. По-моему, я дверь открыла. По-моему, я не помню, что... Или там дверь была открытая, кто-то поднялся. В общем, сейчас вот я в том состоянии, что даже могу вам сказать. Короче, звонок в дверь. Я дверь открыла. О, боже, какой кошмар. Я дверь открыла на кнопку, пошла, взяла халат. И такая, говорю, кто? Молчание. А я говорю опять, кто? А мне говорят, открывайте полиция. Ну, типа, карабинери. Даже не помню, что они мне сказали. Карабинери. Я говорю, карабинери. Говорю, ко мне. И начинается жизнь лететь перед глазами. Где ты был вчера? В каком состоянии? Может, ты где-то был в каком-то состоянии? Что ты забыл, что ты сделал? Может, ты пописал где-то за углом? Короче, вообще, так вот, жизнь. Но это сейчас я утрирую. Жизнь просто летит. Вот. Жизнь пролетела так за две минуты. Я молчу, стою. Мне опять говорят, открывайте дверь. А я говорю, а я такая говорю, так кто это пришел за дверью? Так кто стоит? На мне опять говорят. Ну, типа, карабинери, полиция, типа. Ну, хотя они там по-разному, но не важно. Вот. Ну, я, знаете, типа, вспомнила, как мы в Киеве. Типа, открывайте дверь, милиция. По какому поводу? Открывайте дверь, милиция. По какому поводу? Боже мой, было в юности. И так с друзьями, с балетом. Ну, много историй, конечно, интересных. Ну, короче, давайте к этой, чтобы не прыгала с тема на тему. Я, короче, встала, замерла. Думаю, блин, зачем мне этот карабинерик? Кто их вообще вызвал? Никто по телефону ночью не разговаривал. Никто никуда не ходил, ничего не делал. Чего они сюда приперлись вообще? Как они так быстро поднялись? То есть это как Карсон, и момент там был. Взлетели, все, уже на подоконнике сидят. Вот. А получилось так, что Петя, когда красил дверь, он закрасил этот глазок. Он его закрасил, и краска прилипла, видно, вот это само очко. Прилипла к дверной скважине, и все, оно не открывается. Я его открыла тихонечко. Мне же посмотреть надо в глазок, кто там. Я его открыла тихонечко. А оно там, видно, капли еще попали в само вот это вот, в ноздрю вот в эту. Я пока с ноздрей этого очка краску выковыряла этим, ногтем. А мне же еще хочется так сделать, чтобы кто-то, ну, чтобы они там за дверью не заметили, что я этим занимаюсь. Короче, конспиранция еще та. И я, короче, конспиранция, вообще, короче, констанция константирует. И я, короче, это самое, смотрю в глазок, ну, я вижу, какой-то мужик стоит. А кто там еще стоит, вообще не вижу. Я ему говорю, я говорю, предъявите, пожалуйста, документы свои, если вы карабинели. Говорю, я даже не знаю, как вам открывать дверь, потому что оно сейчас очень страшно, действительно, двери открывать. Я говорю, я не знаю, как вам открыть дверь. Говорю, ну, типа, покажите документы какие-то. А он такой, я в форме стою. Я открываю дверь, стоит молодой парень. Я даже форму не рассмотрела, честно, вообще ничего не рассмотрела. Ну, насколько я была растеряна. Стоит женщина, молодая, по-моему, девушка стоит. Потому что она тоже там что-то там гявкнула, нервная, что там дверь долго не открывали. Вот, а я открываю, я чеснокан еще наелась с колбасой на ночь. Представляете, от меня там, наверное, зона такая вообще, капец. Там, наверное, дверь открыли, там они аж умерли. Мужчина, не свистите денег, не будет. Они такие, вас зовут так-то, так-то. Я говорю, да. Они такие, я говорю, по какому поводу? Перепуганная, капец. А он говорит, ну, хотели узнать, здесь же живет ли такая-то, такая-то. Называет Софию, ну, моей дочери фамилия, имя. Они говорят, типа, вы мама Софии такой-то. Я говорю, да. Как только он мне сказал за Софию, я все сразу поняла. Я сразу так меня попустила. Я такая, а-а-а. Все, я поняла. Говорю, по какому поводу вы пришли? Такое дело в том, что вам надо будет подойти в эту вот полицейскую часть. В общем, там на группу девочек написано заявление. Не, он не говорил так за группу, это я уже потом. Ну, что, типа, написано заявление, как агредитор, в общем, в чем она подозревается, знаете. Типа, как этот, короче, нападение, не нападение, короче. И хочется слово по-хорошее подбирать, как бы, и не хочется тоже, знаете, в общем, короче, нападение, наверное. Пусть будет и такое это слово. А я такая, говорю, да, хорошо. Говорю, когда вы можете подойти? Я говорю, я могу хоть завтра. А потом говорю, ну, давайте во вторник. Он такой, ну, хорошо, давайте мне на свой номер телефона. Никакого ни акта, никакой повестки, ни кто этого, хотя бы документ, как в фильмах показывает, вообще ничего. А я еще тоже дура, но я растерялась. Он такой, ну, хорошо, вам позвонят, типа, подойдете туда-то, туда-то за какой-то информацией. И говорит, типа, ну, типа, и нужен будет адвокат, типа, ваш представитель. У меня глаза вот такие были. Я говорю, какой адвокат? Я говорю, вы что гоните? А откуда у меня адвокат? Ну, это тут уже дело такое, адвоката везде найти можно. До свидания. Я говорю, до свидания. Мне София давно еще летом рассказывала. У них класс, где она учится, школа вообще нехорошая. Еще и бабский коллектив. Очень видна разница между хорошо и плохо. Очень много приезжих, неблагополучных семей, полных неблагополучных семей, где там по 6-7 детей в семьях. И есть девочки, которые итальянки, коренные, там, из благополучных, очень из благополучных. Вот это вот у них там терки. Ой, все как на подбор, по 2 метра рост, там вот такие вот все здоровые, большинство. Класс ужасный у Софии, ужасный класс. Я еще Софии, я обужу Софии, говорю, София, приходили, я говорю, эти самые, я говорю, там заявление написали по тому поводу, что она по какому, я говорю, что ты мне рассказывала. Она мне рассказывала еще летом, говорит, что еще когда они там дружили с Леонарду, там, тусили с ним. Вот эта девочка, она там 2 метра ростом, здоровая такая вообще. Там, чтобы ее побить, я не знаю, это надо в футбольную команду пригласить, понимаете. Здоровая такая бабиха. Вот. Она еще тогда, когда она с Леонардо стояла, она к ним подошла и говорит, ты, блин, рогатая, там, прям при нем она ее обзывала, то есть она ее провоцировала. И он все время говорил, я еще, помню, как-то видео снимала, я говорю, а что Леонардо, говорю, за тебя не заступился. Помните, как-то в видео я еще это было, мы с ней к дому подходили. А он ей говорил, смотри, она тебя провоцирует и меня провоцирует, давай, короче, уйдем отсюда, давай, и все, ну, типа, ну, правильно, типа, я тоже за то, что, ну, дебилов кругом полным-полным. Тем более, это стоит с пацаном, она такое себе позволяет говорить. Потом София рассказывала, что она у меня деньги постоянно там занимала, просила у нее там деньги, каждое утро я ей должна там, я или другие девочки ей там булки покупали. Ну, как бы она там никого не трогала. И тут эта девочка вот эта, она на какую-то, на другую там девочку с этого класса обозвала ее вот это вот по национальности, кем она по национальности приходится, что типа, говорит, ты, говорит, типа, цыганка, она действительно цыганка. Ну, а ты, говорит, типа, там цыганка туда-сюда, мол, это, ну, эта девка подошла и говорит, и что ты там говорила, что я, о них там было три человека, три человека, и там с группы, там, со школы какие-то знакомые сидели там где-то на полянке, это было на железнодорожном вокзале, они уже домой София ехала. Вот. И эта девочка такая увидела вот эту вот девку здоровую, подошла к ней и говорит, что ты там говорила, что я там цыганка, ну, давай, вот, повтори мне это вслух. И я так поняла, она взяла руки вот так вот свои, вот так вот, знаете, руками по рукам девочки, типа, давай, 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 говори, кто я, кто я, кто я, ну, так вот, типа. Вот. И они вот это зацепились, в общем, порали, они там пять минут друг на друга, они порали. София говорит, я, я говорю, ты ее била? Она говорит, нет. Я, говорит, ты ее толкала? Она говорит, я вот так вот ее толкнула, когда, говорит, вот так вот она рукой сделала, говорит, я ее толкнула. Она говорит, мама, ну тут палка двух концов, что ты мне говоришь, надо за себя стоять, другие говорят, не надо, это что делать в таких ситуациях? Я говорю, София, ну конечно лучше уходить от этих провокаций, потому что неизвестно, чем они обвернутся, это с одной стороны. Я говорю, с другой стороны, конечно, ну толкнешь ты, ну просто толкнешь, человек спотыкнется там за что-то, ударится виском, все, уже тотальный исход. Я говорю, я даже не знаю, как тебе советовать, конечно за себя стоять надо, но по какому поводу, говорю, вот эта заява? Я говорю, мальчика они вызывали, мальчик, который там вообще на поляне сидел ни при чем, вызвали, она, эта девка, позвала этого пацана как свидетеля. Естественно, он отказался, говорит, я ничего не видела, мне 300 лет надо, эти бабские разборки, там сами разбирайтесь. Ну просто сам факт, по которому было принято заявление, если мы с Софией, когда у нее были вот эти все поцарапанные, мы с ней ходили и писали заявление, у нас заявление не приняли. Так мы еще полдня там прождали, мы тоже ходили в несовершеннолетний комитет, у нас не приняли заяву. Нам сказали, уже поздно, надо было там сразу с побоями, со всем остальным. Каждый раз думаешь, нет, ну дети, ну мало ли, с кем не бывают, поймут. Девка, наверное, всем хочет нервы потрепать, не знаю, я сказала, говорю, да, пойду. Естественно, сегодня разговаривала с Леной Павловной, с мамой отличненько. Выслала я ей фотку этой девочке. Я говорю, Лена, может я что-то не понимаю, ну посмотри, ну неужели она похожа на потерпевшую. Там, ну в два раза София здоровее девка. Ну и даже если она ее толкнула, все, конфликта не было, все разбежали, говорю. Говорю, что там, она тоже посмотрела на фотографию, она говорит, я тоже не вижу, что это какая-то там забитая девочка. Женщина, взрослая, красивая женщина. Я не знаю, потом мы с Софией сели разговаривали, говорю, София, рассказывай все, потому что, говорю, если ты мне все не расскажешь, я не смогу тебе ничем помочь, говорю, потому что я туда по-любому пойду. Говорю, я себя не накручиваю. Говорю, я спокойная. Будь, что будет, София. Говорю, это тебе урок на всю жизнь, говорю, это нормально, ну не нормально, не хотелось бы лучше, говорю, ну это урок тебе, говорю, ну я должна знать, говорю, потому что я потом не смогу тебе ничем помочь, говорю, если ты от меня что-то скроешь, я приду туда и мне что-то расскажу от того, что ты не рассказала мне, я буду, ты меня просто выставишь дурочкой. Много часа этой девочке позвоню, говорю, не надо, не вздумай звонить никому, все, никто никому уже не звонит, потому что звонить надо было раньше. Или они решили припугнуть, как я могу себе позволить подумать, не итальянская семья, они решили припугнуть, по-любому, это же не она одна заявление писала, она писала заявление с отцом, наверное, с матерью, с отцом, там много, наверное, детей в семье. Может быть, я, знаете, не то, что я думаю плохо о людях, но просто, что вообще, я, значит, я, знаете, сделаю, я вам скажу это только потому, что я последнее время, вот последние, особенно, три недели, я очень взвинченная, нервная, неравновешенная с этим ремонтом, поэтому могу себе позволить, я вам скажу так, что я себе позволила подумать, что они так сказали, они так это сделали, чтобы, типа, я, наверное, начала звонить семье этой девочки, типа пострадавшей, и, может быть, предлагать деньги, типа, чтобы забрались, заявление. Не знаю, почему, я подумала так, вот, вот, убейте меня. Потому что, Софья говорит, ее никто не бил, никто не падал, все это было на словах. Естественно, эта девочка наехала, что, типа, ну, что ты, что ты сказала, что я цыганка, она действительно цыганка, а тут цыган за цыганом, мама родная, как стоят. Не знаю. Пойду, как только позвонят. А с другой стороны, если вы знаете мой адрес, мои документы есть, ну, там, в полиции, в Квестуре, вы меня по базе данных можете пробить, и вы можете мой номер телефона знать уже, и повестку прислать домой. Зачем вы приходите домой, спрашиваете мой номер телефона, спрашиваете, здесь ли вы живете. Вообще ничего, я вообще ничего не поняла. Даже не было такого, здравствуйте, я там, там, младший капитан полицейского отдела, там, Сидоров. Ничего такого не было. Достаточно хорошо потом так спокойно разговаривал. Единственное, что, когда я сказала, а, да, все-все-все, я знаю про что, то есть они такие, ну, типа, удивили, что я в курсе, типа, в курсе. Я говорю, да, да, я знаю, что там, типа, они ругались, там, типа, сюда, туда. Он говорит, да, конечно, я подойду без проблем. Я не поняла, это-то, ищите адвоката. Причем, без ищите адвоката, вообще не поняла, что это. Она что, с Шакирой подралась. Че побилась, че потолкалась, че поругалась. Бабский скандал на пять минут. София говорит, мама, пять минут, поорала девочка, вот эта девочка. Я, говорит, ее толкнула вот так. Она, говорит, даже с места не сдвинулась. Все. Это было, говорит, сколько месяцев назад. Я говорю, ну, София, все. Говорю, сушу сухари. Говорю, а что, а теперь, а что нервничать? Все, уже случилось, уже все. Уже надо решать проблемы по мере их поступления. Идти, слушать, что скажут, и решать проблемы. Толку орать. Она тебе же сама говорила, ты маленькая была, твой папа тоже говорил, учись, давай сдачу. Я говорю, ну, правильно, папа мне не рассказал, учись, давай сдачу. Я одному дала сдачу. Боже мой, страшно вспоминать. Но после того, как я дала сдачу, меня уже никто не трогал в школе. Это я точно помню. Слава богу, что все прошло, закончилось. Но у меня такое было. Я говорю, София, так это когда было? Он говорит, ну, это тоже, что-то ума не было. Тоже как твоего возраста была. Я говорю, просто сам страх, что ты толкнешь, нечаянно человек, вот, казалось бы, просто толкнешь. А он, блин, ударился чем-то, блин. У него там началась там зажим. Я говорю, может быть, я говорю ей. Я говорю, понимаешь же, я говорю, тут еще так можно. Он говорит, если вы ей ничего не сделали, она же может прийти домой. Ну, к примеру. Заплакала. Папа там себе придумал сценарий, к примеру, там, вызывают скорую помощь. Или едут в прием покоя. Говорят, что, типа, вот, у ребенка там давление повысилось, потому что там ее, к примеру, побили. Пусть там есть камеры наблюдения. Не знаю, если они там приобщены будут к делу, к железнодорожной. Я прямо не думаю, что так все глобально. Возможно, они поехали, взяли вот эту вот справку, и на фоне этой справки они уже подавали заявление. Потому что София говорит, мама, она истории снимала, ржала, все у нее было прекрасно. Я говорю, ну, София, ее слово просит вашего слова. Или толку уже. Просто ты, я говорю, вот этими выходками, репутацию себе нафиг попортишь, говорю, все. Как ты потом будешь работать в общественных местах? Надо избегать этих ситуаций. А с другой стороны, она, девочка, тут действительно очень долго обзывала цыганкой, и София, она, ну, я сейчас не говорю за других, там, девчонок из класса, там, они сами будут разбираться. Я говорю, ну, сам факт, что даже при Леонардо, даже она подходила и обзывала, и Леонардо тоже провоцировала, обзывала. Понимаете? Что интересного? Так что, я не знаю, девчонки, у меня со вчерашнего дня прям. Мне, конечно, я понимаю, с кем не бывает. Давайте я снесу стакан. Боже, какая вкусная вода. А что, дядя, откроет? Грация. Грация, мили, грация. Грация, реведач. Грация. А ты, пул? Чао. Так что, вот такие вот дела. Я раст... То, что, ну, как мне, мне неприятно. Я не в панике, я не расстроена, я на нее не кричала, не обзывала, не ругала. Единственное, что я ей сказала, ты мне должна рассказать. Она говорит, а что тебе рассказывать? Пришли пять минут, поорали, ушли. Ну, это все. Говорит, никто ее не царапал, говорит. Ни за лицо не трогал, говорит. Ни за волосы, это вообще ни за что. Я говорю, ну, значит, тогда они просто вот... Ну, сейчас я уже пойду, конечно, узнаю, что там догадываться. Но это очень частые случаи, когда вы плачете, просто плачете. Потом вызываете скорую, и скорой говорите, как мне плохо, как мне плохо, как мне плохо. Они вам пишут, что, типа, да, вы в какое-то время пришли в скорую, там, плакали, все остальное. Со школы эта девочка ушла в школе, и девки этой нету. Ну, они там, в принципе, и... Ну, ладно, не буду. В общем, важно, что София учится, пока учится хорошо. Сейчас вот практика начнется. Ну, наверное, знаете, как любой подростковый возраст. Ну, это, конечно, ужасно, когда, тем более, в себе держат. Ну, нет, со мной поделилась, она мне сразу рассказала. Сразу, в тот же день она мне рассказала. И она еще была такая довольная, потому что эта девка так уже достала. А тут, как бы, она еще была не одна, а с подружкой. И подружка-то ей той девке предъявляла. А за подружкой, за той гора, там стоит родственников. И София, я еще помню, она такая довольна была, что, типа, вот теперь как-то на место ее поставила эта девочка. Ага, не там-то было. Ну, в общем, фраза открывайте полиция. Я просто в шоке. Еще пока этот глазок я отковыривала, там 5 минут стояла, я очень долго открывала. Еще с этим ацетоном во рту, с этим ужасным. Я съела три огромные такие вот головки. Не головки я имею в виду полный чеснок, а вот эти вот зубики. Три зубика таких хороших, толстых, я еще раз съела на ночь. Просто жесть. Ладно, девчули, мальчики машем флажками. Жизнь прекрасная и удивительная. Тоже мы это переживем. У всех бывает. Дай бог, чтоб не было. Но, если бывает, надо ситуацию воспринимать с достоинством. Каждый должен получить по заслужам. Просто, что меня удивило, что у нас заяву не приняли. Хотя я и против этих заяв, потому что... Детские разборки, блин. Ну вот. Ну, другая, видите, другая сразу. На каком основании, чтоб его узнать. Ладно, все. Все пока-пока. Классных выходных, вечули.